Библейский портал экзегет.ру представляет В 23-й год царства Невудея Юаша, сына Ахазия, над Израилем высорился Ехуахаз, сын Еху. Он правил в Самарии 17 лет. Были его поступки злом, отчая Господа, он следовал грехам Яровама, сына Невата, который ввел в грех Израиля. Это постоянный рефрен. Первый царь, который отделился после смерти Соломона от южного царства со столицей в Иерусалиме. И вот который, в частности, для того, чтобы поддержать свои претензии на политическую независимость, основал языческие святилища. Были его поступки злом, отчая Господа, он следовал грехам Яровама, сына Невата, который ввел в грех Израиль. Юаш так и не отвратился от них. Разгорелся гнев Господень на израильтян, предланных в руки Хазаэла, царя Арамейского, и в руки Бенхадада, сына Хазаэла, на долгие дни. А если посмотреть на карту, мы увидим, что и по сей день на территории Израиля там довольно мало места, а с северо-востока нависает огромная Сирия. Вот со столицей в Дамаске тогда, конечно, эта страна была другой, чем сегодня, и населена была арамейными, но тоже вот эта вот сирийская угроза постоянно, особенно если поделить маленькую территорию Палестины или Израиля на два царства, как и было. «Ехуахас умолял Господа, и тот прислушался к нему, видя, как угнетает их царь Арамейский. Послал Господь Израилю избавителю, чтобы избавить народ от руки арамеев, и стали израильтяне жить по своим шатрам, как бывало прежде. Но они не отвратились от грехов дома Яровама, в который он вел Израиль, а упорствовали в них, и в Самарии по-прежнему стоял идольский столб». Ну вот, похоже на историю, которая постоянно в книге Судей повторялась много раз, да, что израильтяне впадают в язычество, их угнетают окрестные народы, посылают избавителя. Здесь даже имя не названо, а потом они постепенно возвращаются к язычеству, а здесь даже не постепенно, здесь они так никуда от него и не уходили. Войско у «Ехуахаса» осталось лишь 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пехотинцев. Разгромил их царь Арамейский, развел, как пыль по ветру. Прочие о делах «Ехуахаса», обо всем, что он совершил, о его мощи, записаны в летописном свитке царей израильских. «Ехуахас приложился к правоцам, его похоронили в Самаре, и вместо него воцарился его сын Йоаш. На 37-й год царствование в Иудее Йоаша, другой Йоаш, сын Йоахаса, а не прям как будто нарочно, попарно, все время с однаковыми именами цари на юге и на севере, воцарился над Израилем. Он правил в Самаре 16 лет, его поступки были злом в очах Господа. Он не отвратился от грехов Яровама, сына Невата, в которые тот вел Израиль, и Йоаш следовал им. Прочие о делах Йоаша, обо всем, что он совершил, о его мощи, о его воинах Самацхе и царем Иудейским, записаны в летописном свитке царей израильских. Йоаш приложился к правоцам, на его престол сел Яровама, сам Йоаш был похоронен в Самаре с царями израильскими. Бесконечная череда имен, все становится скучно. И вот мы в последний раз увидим пророка Елисея. «Елисей тогда заболел, от этой болезни он вскоре и умер. Йоаш, царь израильский, отправился к нему и рыдал у него на груди, повторяя, «Отец, мой отец, мой колесница Израиля и конница его». Вот это вот такое жалобное заклинание, прямо колесница Израиля и конница его. Так Елисей, когда Илья возносился, его звал, да, вот такое прощание. И колесница и конница, вот у него колесница и конница не осталось, и пехоты не осталось, и вообще почти ничего не осталось. А тут вот целый пророк, он достоин целого войска, он все еще мыслит в категориях такого военного могущества. А Елисей велел ему взять лук и стрелы, и тот взял лук со стрелами. Затем Елисей велел царю израильскому натянуть лук, тот натянул. Елисей положил свои руки поверх рук царя, то есть как бы символически они вдвоем стреляют. Он велел ему отворить окно на восток, а Ромея там на востоке. Окно отворили, и Елисей приказал, стреляй. Когда тот выстрелил, Елисей воскликнул, стрела победы Господней, стрела победы над Ромеями, ты нанесешь им окончательное поражение в Эфеке. Потом он велел ему взять остальные стрелы, когда тот взял, Елисей велел царю израильскому, бей озим. Тот ударил три раза и перестал. А человек Божий, Елисей разгневался на него и сказал, ударил бы ты пять или шесть раз, окончательно добил бы Ромеев. А так только три раза нанесешь им поражение. Интересно, прямо какая-то магия. Но, может быть, дело не в магии, не в том, что ударил три раза, три раза победил, ударил пять раз, пять раз победил. А, может быть, Елисей в каком-то смысле проверяет решимость этого человека. Да, вот ему сказать, ударь стрелами озим, будет ли он действительно со всей силы вот так полноценно это делать или так слегка для проформы. Вот, наверное, это некий тест, который показывает, насколько он вообще годится для боевых действий. Елисей умер, его похоронили. В начале следующего года моавитяне ходили набегом на землю израильскую, еще один окрестный народ, и как раз тогда хоронили одного человека. Дальше очень интересный эпизод. Увидев приближение моавитян, хоронившие спешно бросили его в гробницу к Елисею. Едва он коснулся костей Елисея, как вернулся к жизни и встал на ноги. Ну, что имеется в виду, они хоронили, а тут вражеская какая-то банда нападает, ну, им надо срочно бежать, а что делать с мертвым? Не бросать же его на дороге. Открыли первую попавшуюся гробницу, бросили туда мертвого и убежали, да? Это оказалось гробницей Елисея, и прикосновение к костям Елисея оживило человека. Он при жизни оживлял мертвого, и здесь получилось нечто подобное. Кстати, это, пожалуй, единственный библейский пример того, как прикосновение к мощам умершего святого может исцелять и приносить даже такое чудо, как воскресение. Правда, они совершенно не пытались воскресить своего умершего, они это открытие сделали случайно. Но очень много открытий в человеческой истории делалось случайно. Арамейский царь Хазаэл угнетал израильтян во все дни Ехуахаза, но Господь жарился над ними и помиловал их, обратился к ним ради завета своего с Авраамом, с Аком и Аковом, не желая ни губить их, ни отвергать от себя, и милости фон по сей день. Арамейский царь Хазаэл умер, вместо него воцарился его сын Бен-Хаддад. Тогда Юаш, сын Ехуахаза, отобрал у Бен-Хаддада сына Хазаэла города, которые были завоеваны Арамеями еще при его отце Ехуахазе. Трижды Юаш наносил им поражение, и так вернул израильские города. Ну вот продолжается эта борьба разных царств, не очень интересный текст, но мы видим, как потихонечку уходит вот эта пророческая традиция, как все идет к своему закату, как воины Израиля становятся просто еще некоторыми воинами, но уже не воинами ради Господа. И дальше 14 глава продолжит это повествование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok